20 минут о красивой жизни на 31 канале. Это программа Beauty Time. Всем здравствуйте! Когда три сотни поклонников йоги собираются вместе, этой энергии хватает на то, чтобы разогнать тучи и вызвать солнце. Именно так произошло на фестивале йога каменных джунглей, который начался под проливным дождем, но уже через несколько минут все заметили улучшение погоды. На самом деле йога куда важнее для тех, кто живет именно в каменных джунглей, для того, чтобы немножко, может быть, из этого бесконечного бега вырываться на свой коврик, немножко успокаиваться, уравновешивать вот эту постоянную гонку с таким вот релаксом. Это альтернативный метод просто расслабления, альтернативный алкоголю, наркотикам, чему-то такому, что вредит для здоровья. Йога – это безопасно и полезно. Классическая йога, гонг-медитация, дыхательные практики. На сегодняшний день в Челябинске практикуют столько направлений йоги, что хватит на всех и каждого, вне зависимости от возраста, опыта и физических данных. На самом деле я часто слышу такую фразу «йога не мое». Как-то люди ходят один раз, попробуют и говорят «это не для меня, для меня там бег, еще что-то». А на самом деле я всегда говорю «не теряйте надежды, попробуйте еще какое-то направление», потому что йога совершенно сейчас предоставлена очень широко. И есть очень активная йога для тех, кто любит прям серьезный такой воркаут. А есть очень спокойная, медитативная, есть йога в гамаках, есть йога, направленная на медитацию. Ну, йога есть йога, это просто для ума западного человека придуманы всякие разные названия, ну, маркетинг, грубо говоря, под разными соусами, одно и то же, в принципе. Органик Маркет, который развернулся на площадке фестиваля, предложил гостям встать на гвозди, помедитировать над рисунком мандалы, взглянуть на свою ауру и принять участие в чайной церемонии. То есть это не только здоровье твое, как физического тела, но это здоровье души, здоровье ума, вот, люди прекрасные в твоей жизни начнут появляться. Все будет прекрасно, волшебно и, ну, как бы, с таким каким-то будешь, жизнь станет влюблена в тебя, а ты будешь влюблена в жизнь, вот, через йогу. Успокаивает, умиротворяет, ну, соответственно, когда гармония, она есть внутри, то она, соответственно, и наружу вылезает. С помощью йоги мой организм гармонизируется, физическая форма улучшается, настроение улучшается, баланс. То есть я достигаю определенного баланса, и тем самым это помогает выжить в каменных лицах города. Это и состояние и души, и физического состояния тела, как бы, чувствуешь себя гармонично, более, ну, как бы, все равно это тонус дает такой нормальный. То есть это общее кайфовое состояние. Люди, увлеченные йогой, приходят к этому разными путями. И кто однажды заинтересовывается, как правило, остается с этой практикой надолго. Я достаточно долгое время была закупщиком. Я закупала различные товары, в основном связанные с Китаем. То есть это были длительные командировки, отборы на рынках, а потом резко стала инструктором по йоге. Я к преподаванию пришла через свою семью. У меня родители практикуют. То есть меня в йогу, вот весь этот мир, в культуру привел мой отец. Новый формат здорового образа жизни в условиях мегаполиса оказался таким своевременным, что уже в третий раз собирает на открытых площадках Челябинска людей, увлеченных йогой. Инъекционная косметология – популярное направление эстетической медицины, оптимальное соотношение эффективности реабилитационного периода и стоимости. Сегодня возьмем такую тему, как бутылотоксины. На сегодняшний день устранить морщины косметологическим путем можно двумя способами. Первый – заполнить их специальным составом – филлером. Или блокировать, чтобы при любой мимической активности лица морщинки не проявлялись. Во втором случае врачи-косметологи рекомендуют инъекции токсина ботулина. Работа мышцы блокируется, кожа, которая двигает мышца, прекращает свое движение, прекращает свою активность, морщины разглаживаются. В России сертифицировано всего несколько препаратов. Отличаются они своей силой воздействия – от слабой, когда идет полное сохранение мимики, до полного влияния на глубокие слои мимических мышц. Препарат находится не в готовом виде. Непосредственно перед инъекцией препарат разводится психологическим раствором на определенный объем и прокалывается. Здесь препарат находится в сухом виде. С помощью инъекций можно блокировать мелкую сеточку морщин в уголках глаз, продольные и поперечные складки на лбу, радиальные морщины вокруг губ, а также носогубные складки. Окончательный результат виден через 2 недели, но уже проявления сразу же заметны после процедуры. Многие пациенты даже обращают внимание, что сразу после постановки им тяжелее работать мышцами, то есть подходят к зеркалу и таких морщин уже не образуются. Реабилитационного периода как такового нет. Могут быть вместе инъекции, вместе вкола, небольшой синячок, несколько миллиметров в диаметре, который быстро проходит. Назначение инъекции токсина ботулина индивидуальное. Лучше заранее проконсультироваться с косметологом. Пик косметического эффекта наступает через 2 недели и держится в среднем 3-4 месяца. По истечении этого срока для закрепления и поддержания результата инъекции проводятся повторно. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово 159. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, 2 этаж. Салон обуви «М&Х». 10 элитных брендов из Италии в самом центре города. Улица Красная, 67. Угол Красный и проспекта Ленина. Салон «М&Х». Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. В модельном бизнесе, как и в модной индустрии в целом, в последние годы происходят серьезные изменения. На модных показах в первых рядах вместе с редакторами глянца уже давно сидят известные блогеры. Сами дизайнеры черпают вдохновение на улицах и все чаще приглашают в качестве модели девушек с нестандартными параметрами. А что же тогда с классическими параметрами модельной внешности? Об этом мы спросили у Алисы Лауфер, скаута конкурса «Элит Модел Лук». Модель – это модель. Девочка должна быть, если это девушка, от 172 см. Это идеальная кожа, идеальная фигура. По поводу типажей лица, сейчас востребованы и красивые лица, и, как их любят называть, странные лица. С ростом популярности российских дизайнеров работа у наших моделей появилась и на внутреннем рынке. Но, тем не менее, попасть в международное агентство по-прежнему считается престижным. Я хочу себя попробовать в модельной сфере уже как-то по-настоящему. Это такое крутое агентство, и если у меня получится пройти этот кастинг, это будет нереально круто. Наравне с девушками в модельном бизнесе участвуют и модели мужчины. В последние годы конкуренция среди представителей сильного пола возросла. На подиумах и в журналах они появляются все чаще. Дизайнеры приглашают и возрастные, и характерные типажи. Что касается параметров мировых агентств, как правило, они рассматривают ребят ростом от 183 см спортивного телосложения. Был опыт работы в Челябинске, какие-то локбуки, не знаю, для журнала фотографии, просто творческие съемки. А за границей пока опыта не было, но, надеюсь, получится. Приезд в Челябинск представителя всемирно известного модельного агентства большого ажиотажа почему-то не вызвал. То ли все модели в ту субботу уехали из города, то ли молодые люди у нас в большинстве своем больше не мечтают о модельной карьере. Это Бьюти Тайм. Далее о выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Сегодня в центре нашего внимания блузы, сорочки и рубашки, которые носятся с большим удовольствием в межсезонье. С их участием легко и удобно завершить лето и встретить осень. В офисном варианте блуза является обязательным элементом, но стиль casual с джинсами или удобными брюками может быть чуть более сложным, если днем заменить футболку или топ. Белая блуза из сезона в сезон попадает в категорию must have и с этим не поспоришь, особенно если принять во внимание, что вариаций на эту тему существует великое множество. элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. на пушке на 65 и зоне кривой 30. Шесть красных фольксвагенов пола, сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более 100 тысяч призов от компании Макфа достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке – сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до трех кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Во все времена подготовки к свадьбе уделялось много времени и сил, и все действия были сконцентрированы вокруг образа невесты. Как сегодня готовит к главному событию жизни главную виновницу торжества, смотрите прямо сейчас. Как говорила великая Софи Лорен, прическа влияет на то, как складывается день, а в конечном счете и жизнь. И это касается не только прически. Специалисты индустрии красоты часто разделяют с нами очень важные события, в их числе, конечно же, свадьба. Самый, пожалуй, трогательный всего из этого момент – это невеста. Всегда невеста. Это что-то для нас такое, ну, неожиданно приятное, что ли. Мы всегда с большим удовольствием участвуем в этом процессе, как сбор для такого торжественного события. И хочется, чтобы все было все идеально. То есть, там, пересматривают свадебные журналы, свадебные фильмы. То есть, хочется, чтобы все было, ну, как у принцессы. Идеальная прическа, идеальное платье, маникюр, макияр, все было идеально. Сегодня подготовка свадебного образа занимает не один день. С мастерами обычно встречаются заранее, чтобы обсудить все детали. Здесь главное не столько испробовать макияж, сколько познакомиться мне с невестой, ей с мастером. Почувствовать контакт, чтобы в день свадьбы она уже была расслаблена, хотя бы вот в части красоты. Чтобы уже не осталось повода для волнения, что что-то пойдет не так. Один из главных в своей жизни дней важно провести без лишних волны. Снять напряжение и создать настроение – это своего рода сверхзадача стилистов. Важен не только внешний вид главной героини, но и ее внутреннее состояние. И музыка, и любимые цветы, угощения, находиться в окружении любимых людей. Вообще мы к такой сфере обслуживания относимся больше как к ритуалу, то есть это что-то такое более глубокое, более серьезное. Мы можем очень много предложить, мы знаем как успокоить, как делать приятно и легко. Для невест я рекомендую спарить ритуал от Лари. В него входит массаж ног со специальным маслом. Это масло сначала расслабляет, потом тонизирует, благодаря чему можно целый день проходить на каблуках, не чувствуя усталости. Стилисты обычно работают командой, чтобы прическа, макияж, маникюр стали частичками целостного гармоничного образа. Платье, оно передает настроение, то есть какой хочет быть девушка, какой она хочет быть невестой в этот день. И от этого уже идет волна мыслей, какой подобрать макияж. Конечно же объединяет всех выразительные глаза, пусть ресницы, в то же время какой-то нют, но чтобы это было и на фото ярко и видно. Важно грани вот эту не переступить, чтобы жених, когда он близко смотрит, он не должен видеть килограмм косметики, но в то же время и на фото на видео должно быть видно. Да, это традиционное событие, это белое платье, еще что-то. Но не упускайте возможности чем-то побаловать себя, может быть ультрамодным или еще что-то, чтобы все-таки каждая невеста была индивидуальна. Не стесняйтесь, не бойтесь этого. Экспериментируйте также и в покрытии, возможно форму поменять, возможно что-то добавить в обычный свадебный маникюр, может быть чуть-чуть заменить цвет или инкрустацию какую-то ввести, чтобы ногти были более выигрышно смотрелись, потому что все-таки это фотосессия, это съемки, это букет и все как бы, ну все должно быть как бы отточено конечно. В наши дни складывается особая традиция превращать подготовку к свадьбе в увлекательный творческий процесс. Раньше это называлось приятные хлопоты, сегодня слово хлопоты употребляют все реже. Вся подготовка превращается в самостоятельное событие, которое должно остаться в памяти, как незабываемое, легкое и приятное. Это Beauty Time, красивые подробности красивых событий в формате ноу-коммент в завершении выпуска. Добавил субтитры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Горькова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсу событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok